Всех с началом баскетбольного сезона. Что касается, начну я нас со своей команды. Прошла кардинальная перестановка, изменения в составе. Видите, здесь пять новичков. Стас в качестве капитана здесь. Это те люди, которые в принципе будут олицетворять в этом году баскетбольный клуб «Запорожье» и на плечи которых ляжет вся ответственность за результат. Я считаю, что задача поставлена адекватная. Я вообще считаю, что проигрывать в спорте нельзя нигде, никогда и никому. Да, бывают объективные, бывают субъективные причины. Но настрой максимальный. Как мы сможем, как говорит президент, выжать из игроков, посмотрим. В любом случае, отношения к делу меня радуют. Американцы приехали подготовленные. К сожалению, немножечко это не тот состав, о котором мы говорили изначально. Прошла ротация уже еще до начала чемпионата. И тот игрок, на которого я очень сильно рассчитывал Джаха Томас, уже в Америке. Он будет лечить свою серьезную травму, которая не позволит ему в этом сезоне вообще выйти на площадку. К сожалению, он приехал с этой травмой. Он не здесь ее получил. И у нас не было возможности, скажем так, полноценно узнать способности этого игрока. Но не будем от тех, какого нет. Я вам хочу представить тех, кто есть. Есть у нас три американских наших игрока, начиная от Киндала Хилла. Игрок, который поиграл в Дании, который имеет определенный опыт выступлений, который играет на позиции большого, который в предсезонных турнирах показал свой уровень. И я считаю, что это одна из наших основных звеньев. Майк Холтон. Майка, я знаю, уже больше трех лет. Внимательно за ним следил, когда он играл в Германии. Это душа нашего коллектива. Это человек, который нашел точки соприкосновения с молодыми украинцами, с тренерским составом, со всеми. То есть это действительно душа. И по его отношению к работе, вы, наверное, уже обратили внимание, что он не жалеет себя. Ну и человек, которого я еще до конца не знаю. Малик Трент. Я очень внимательно следил за ним летом. И у нас было несколько моментов, что мне нравилось и что-то не нравилось. Сразу скажу, что человек по-баскетбольному, по-спортивному злой. И вы это увидите в первой игре. Человек, который не умеет проигрывать. И, наверное, поэтому в нашем коллективе. Но осталось у нас два украинца, ребята, которых мы тоже давно знаем. Один даже пробовал неделю в прошлом году в нашей команде. За две недели нахождения попал в символическую сборную тура. Это Андрей Мироненко. И Саша Тарасенко. Молодой парень, 96-го года. Мы очень рассчитываем на то, что в нашей команде создаться благоприятная обстановка для его прогресса. И уже в течение сезона он станет одним из лидеров нашего коллектива. Что касается общей тенденции, кто у нас фаворит. Ну, естественно, те команды, которые в прошлом году заканчивали на самых высоких позициях. Мы видим комплектацию черкасских МАУ. Пока у них три игрока сборной, три легионера. Это еще не все. Остальные игроки либо студенческой сборной, либо Ю-20 и так далее. Поэтому, скажу так, что по комплектации, наверное, одна из самых сильных команд сейчас черкасский МАУ. Подтверждением этому служит прохождение первого раунда Еврокубка. Поэтому я считаю, что это сильная команда. Ну, Днепр, само собой, потеряв несколько ключевых игроков, остается не просто на половой, является флагманом современного украинского баскетбола. И он доказал это матчем из-за суперкубок. Поэтому эти две команды, я считаю, так и будут во главе турнирной таблицы. И абсолютно точно могу сказать, я об этом говорил два месяца назад, еще не зная полную комплектацию, могу сказать, что, наверное, никому в Украине легко не будет с ними играть, что дома, что на введе. Нам показали о том, что комплектация Одессы выглядит очень достойно. Три латыша, игроки сборной, очень приличного уровня. И с ними будет совсем, ну просто, опять же, Южный, который потерял, по сути дела, только Петрова, поменял двух американцев на двух других американцев. И выглядит очень-очень монолитно. Все ждут очень многого от Киевбаскета. По сути дела, это правоприемник будивельника, и никто в Киеве не может представить, что команда из Киева может бороться за призовые места. Поэтому, кого не назвал, Харьков. Ну, Харьков еще в процессе комплектации, мы еще не знаем, сколько у них будет легионеров. И что там будет дальше. Ну и наш прямой соперник Николаев, к которому мы готовимся уже две недели. Не знаю. Наверное, они столько не знают, сколько мы о них знаем. Осталось только воплотить все это в жизнь. Я же говорю, приятно, что ребята с энтузиазмом подходят к процессу. Мы внимательно изучаем видео. Мы готовимся очень серьезно к первой игре. Просим болельщиков нас поддержать. И, наверное, скажу так. Мы отдадим все силы. Ответа у меня не было. Потому что я в день просматривал по 50 легионеров. Мне надо было выбрать в начале двух. Потом появилась возможность третьего. Чтобы было понятно, для того, чтобы выбрать одного, я тратил от недели до месяца. То есть, если вы думаете, что это просто, посмотрели, ну вот это понравилось, это не понравилось. Я смотрел по 10-12 игр каждого игрока здесь присутствующего. И хорошие, и плохие. Я общался с их тренерами. То есть, работа началась еще вот там, далеко-далеко. То, что вы видите сейчас, это уже коллектив. Какой-никакой. Да, мы еще развиваемся. Да, у нас еще есть много шероховатостей. Мы на предсезонке сыграли 10 игр. Две проиграли. Одну в борьбе о 10 в конце. А одну абсолютно беспомощь на химику. Но на то есть определенные причины. Мы эту игру очень серьезно разбирали. Поменялся менталитет. Даже тех украинцев, которые были в прошлом году, они не готовы выполнять роль статистов. Каждый хочет доказать свою полезность. И на тренировках приятно смотреть. Всех приглашаем, приходите. Я всегда открыт. Приятно, что тренировки проходят в большей конкуренции. Имеется в виду жесткость контакта. И желание доказать намного выше в этом году, чем было в прошлом. И это не только связано с тем, что появились легионеры. И каждый из украинцев пытается быть им подстать и где-то не уступить. Естественно, чем больше конкуренция, тем больше прогресс. Поэтому ощущение такое, что тот сезон однозначно по уровню и по качеству был похуже. Я очень рассчитываю, что кроме слов за нами останутся дела. Рассказывать много и красиво могу я здесь один. За всех. Но мне этого мало. Мне надо, чтобы вы приходили и говорили. Ну, слава Богу, начали. Вот тут хорошо, и тут хорошо. Потому что вы знаете, сколько я за прошлый сезон наслушался. Если честно, даже не хочется вспоминать. Поэтому очень надеюсь, что каждый из здесь присутствующих правильно понимает ситуацию. Да, сказать, что мы сейчас выйдем и будем обыгрывать всех сразу не получится. Но изменения в качестве игры вы увидите с первой игры. Я в этом уверен. Я уверен, вы увидите, над чем мы работали. Вы увидите эту отдачу, которая всегда была присуща клубам из Запорожья. Я в этом уверен. И я надеюсь, что болельщики нас поддержат. Продолжение следует...